привет друзья с вами снова мы академия культурной вышивки и сегодняшнее видео мы продолжим рассказывать о уровнях нашей профессиональной культурной программы сегодняшнее видео мы посвятим нью-йорку нью-йорк это вторая ступень нашей программы и как и париж она тоже у нас делится на две части у нас есть старый нью-йорк и у нас есть новый нью-йорк сейчас я вам оба покажу это старый нью-йорк как видите принцип построения у него такой же как у старого парижа у него вышиты контуры заполнены внутренней части здания но при этом фон весь открытый фон у нас свободный он визуально кажется немножко легче и у нас есть новый нью-йорк который зашивается полностью да это тот же а3 формат но зашиты полностью по принципу нового парижа та же самая идея опять же история создания старого и нового нью-йорка ничем не отличается от старого и нового парижа новый нью-йорк старый нью-йорк был также использован в основном для очных занятий идея была точно такая же у нас было 5-7 дней для того чтобы выполнить полностью всю работу отличие нью-йорка от парижа в том что если париж мы с вами выполняли как иглой так и крючком на совмещать техники то идея нью-йорка в том что мы его выполняем только крючком и его задача максимально работать практику именно вышивки крючком потому что так как первоначально все приходят изучать крючок да и упор делают стараются делать на крючок то максимально наработать навык в крючке вот нам с вами поможет именно нью-йорк как здесь мы сами вышиваем только крючком кроме вот этих нижних цветочков вот эти цветочки они вышиваются иголкой на самом последнем занятии остальное все сделано крючком так и здесь у нас если я не ошибаюсь здесь по моему даже иголкой ничего нет здесь полностью все сделано крючком абсолютно все элементы зашиты леновильским крючком и все полностью как вы видите полняется и опять же идея в том чтобы максимально наработать навык и отработать навык владения леновильским крючком этот нью-йорк у нас как и старый париж он попроще на и по времени он поменьше выполняет соответственно материал у него поменьше и да да и стоит он подешевле новый у нас подороже и в новом нью-йорке мы поменяли материал если в париже мы сами выполняли всю на органзе и но старый нью-йоркой тоже вполне к¡с на органзе то новый нью-йорка мы решили выполнить на сетке. У нас с вами сетка с двойной запялкой, да, вот видите, двойная сетка. Мы учимся ее запяливать на раму и учимся на ней вышивать. Вышиваем таким образом, чтобы у нас нигде не было сильной сборки, да, нигде ничего не перекашивало, и, в принципе, чтобы работа смотрелась, ну, в нормальном состоянии. Видите, здесь вот у нас, несмотря на то, что все это вышло висером поетку, у нас совершенно тяжелая работа, сетка не провисает и, в принципе, спокойно выдерживает. Поэтому, на самом деле, двойная сетка для того, чтобы выдержать вес бисера и поеток. По техническим особенностям, опять же, эти оба уровня одинаковые. Что здесь выполняется, что здесь то же самое. Материалы, ну, практически один в один, кое-какие, возможно, мы заменили в плане бусины одного размера на бусины другого размера, но технические выполнения то же самое. Опять же, разница в том, что здесь у вас чуть меньше часов отработки, да, здесь часов отработки, ну, не чуть больше, гораздо больше. И задача в том, чтобы максимально, как я уже говорила, повысить ваш навык плодения крючком. То есть, вкупе, если мы будем рассматривать первый уровень и второй уровень, то есть Нью-Йорк и Париж вместе, это такая, вы знаете, наверное, база для вышивальщицы или для дизайнера по вышивке. Это как своего рода, наверное, средняя школа, да, то есть вот у нас, пройдя Нью-Йорк и Париж, в принципе, вы спокойно можете говорить, что я достаточно профессионально вышиваю, я хорошо владею крючком, потому что после Нью-Йорка там невозможно им хорошо не владеть, потому что вы отработаете большое количество часов на нем. Все основные базовые швы как крючком, как иголкой вы изучите и хорошо отработаете. В принципе, ничего не мешает вам уже спокойно брать заказ, работать на заказ, разрабатывать какие-то свои вышивки, делать свои собственные вышивки, аппликации, или создавать непосредственно расшитые вещи и уже спокойно абсолютно работать. При этом, если вы решаете идти дальше, как я уже говорила, там у нас третий, четвертый, пятый, шестой уровень, это своего рода как университет. Мы с вами усложняем вышивку, работаем с сложными материалами, работаем слепую, на шестом уровне мы с вами будем вышивать по коже, сквозь кожу крючком, да, то есть у нас будет усиление, усложнение техник, но базовая основа, тот же крючок, та же иголка, они у нас с вами закладываются на этих первых двух уровнях. Поэтому это уровни такие краеугольные и обязательные, которые любой, я считаю, мастер, который хочет заниматься вышивкой, он просто должен их пройти. Следующие уровни вы уже можете проходить по желанию, но обычно приходит во время еды, и, конечно, девчонки все, и молодые люди, они все продолжают дальше, но пока мы с вами хорошо и прилично не отработаем первые два уровня, конечно, двигаться дальше смысла нет. Это к вопросу о том, когда спрашивают, можно ли купить, не проходя первый, второй уровень, например, четвертый сразу, или третий. То есть технически я могу вам их продать, там для меня лично никаких сложностей нет, я вам их продам, вопрос в том, что вы, не проходя эти первые два уровня, вы можете там не справиться с определенными техниками, с определенными швами, не будете знать, как делать какие-то швы, которые мы уже прошли в предыдущих уровнях, а в следующих они не показываются, потому что предполагается, что вы их уже прошли, вы их отработали. И вот здесь может возникнуть проблема, потому что я вам их не рассказываю, и когда мне пишут, что я этот шов не знаю, я точно так же его не рассказываю, потому что предполагалось, что вы его прошли. Если вы берете этот уровень, я всегда предупреждаю, что если вы у меня до не учились, То если возникают вопросы по техникам Которые проходили в предыдущих уровнях Я их не показываю и о них не рассказываю Здесь может быть проблема Поэтому мой вам совет Если, опять же, вам нравится какой-то уровень Из всех какие-то предыдущие не нравятся Все-таки немножко закрыть глаза На то, что нравится и не нравится И подходить к этому как к учебной программе Это те азы, которые нужно пройти Чтобы изучить язык, нужно выучить алфавит Изучить базу, какие-то основные конструкции Чтобы потом на нем разговаривать Без этого бесполезно читать книги Просто потому, что вы ничего не поймете Потому что у вас нет азов И вы не знаете каких-то базовых вещей По стоимости Как я уже говорила, старый Париж дешевле Новый Париж у нас дороже Но и как в случае с Нью-Йорк Простите, как и в случае с Парижем Все материалы входят в стоимость Так как у вас уже к Нью-Йорку Есть рама, есть крючок То ничего дополнительного вы не покупаете Вы оплачиваете курс Вам приходит набор с материалами В коробке Приходит ткань с напечатанным рисунком И вы, получив это, все начинаете спокойно заниматься Не задумываясь о покупке Каких-то дополнительных материалов Нитки все, все бисер Все, 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 что необходимо Все восключено Иногда бывает, что у нас некоторые цветовые отличия Бывают, но это вызвано просто в силу того Что разные партии, например, тех же самых ниток Имеют несколько отличный друг от друга окрас Поэтому иногда бывает такой цветовой небольшой диссонанс Когда на видео цвет ярче У вас по факту цвет более тусклый Или немножко в другой оттенок Это просто чаще всего вызвано тем, что Разные партии, разные прокрасы После того, как мы с вами проходим Первый и второй уровни Мы уже можем говорить дальше Какой-то серьезный вышивки Переходить к чему-то серьезному Но вот эти уровни, они самые необходимые На Нью-Йорк новый Я даю также 120 дней Потому что он объемный На Нью-Йорк старый Я даю 60 дней Как и на старый Париж Потому что он меньше И с ним обычно справляются быстрее Но опять же, уровни взаимозаменяемые Если вы до этого проходили Новый Нью-Йорк Хотите взять старый Новый Париж Хотите взять старый Нью-Йорк Все это спокойно делается Вы можете поменять Проходить старую, новую программу Опять же, технически Я повторюсь, они одинаковые Разница в количестве часов отработки Если спрашивать лично мое мнение По, скажем так, практичности Что лучше брать Я бы, конечно, взяла новую программу Потому что она объемнее Больше часов И там в силу того, что вы очень много вышиваете Там невозможно не завышивать И эта программа чуть полегче Как я говорила Направлено на очное обучение Предполагается, что после того, как вы прошли Старую программу Вы все-таки занимаетесь самостоятельно Вы делаете какие-то свои собственные вышивки Вы сами прорабатываете Нарабатываете себе эти часы практики В новой программе Эта самостоятельная работа, как таковая Будет не необходима Потому что к концу каждой из работ Вы уже выйдете с большим багажом Практических навыков Ну и, опять же, все эти работы Остаются у вас То есть это, по сути, основа вашего портфолио Если вы планируете потом куда-то устраиваться Я, например, встречала мнение о том Что, например, учебные работы нельзя включать в портфолио Но я считаю, что это полная глупость Потому что очень часто учебные работы необходимы даже вам самой Или самому для того, чтобы посмотреть Как меняется ваш навык владения мастерством Если вы рисуете навык карандаша или кисточки Если вы изучаете язык Навык владения языка по вашим работам Если вы вышиваете или шьете Также навык вашего шитияля Потому что вы видите, с чего вы начинали Вы видите, как вышли и развивались И к чему пришли Опять же, на всех этих работах Вы можете показать и вашему будущему работодателю Что вот это я делала Вот это я делала Вот это я могу Вот так я изучала И станет понятно И человеку, который будет брать вас на работу Кто занимается швами Швейной ателье Которые обычно во всем этом Тоже неплохо разбираются Они будут понимать, какой вы профессионал Что вы действительно умеете А что вы не умеете Потому что такой уровень работы Конечно, если вы покажете Будет понятно, что Изучив все это, вы все это умеете Вы технически знаете, как расположить Пайетки определенным образом Когда они нужно, чтобы на боку стояли Когда нужно, чтобы они плоско лежали Или когда нужно, чтобы они не соприкасались Потому что по этой работе Это будет понятно, что вы это умеете Поэтому учебные работы Точно так же вам необходимы Я советую тоже вам складывать Все в свое портфолио Если вы делаете какие-то работы самостоятельно Точно так же складывать Их не выбрасывать в портфолио Потому что для вас в том числе Это полезное пособие о том Как менялся ваш навык Что не сразу вы сели за крючок И у вас получилось шикарное платье Вы начинали с малого У вас тоже были ошибки И опять же Эти работы помогут вам в будущем Когда вам нужно будет подобрать Какой-то шов В какой-то работе Посмотреть, как он лежит Или может Бывает такое случается Что некоторые, например, типы швов Или техник мы не очень часто используем Бывает, что забываем Человеческий мозг он так устроен Если мы чем-то не пользуемся Бывает, что мы забываем об этом Вы можете на примере своей же работы Когда у вас и лицо, и изнанка открыты Можете посмотреть и увидеть Как вы это делали Скажем так Обновив себе Память И вспомнив, как это делать Просто повторите Не выясняя Не разыскивая в интернете Как и что То есть вы тут же это все вспомните Поэтому все эти работы тоже Храните обязательно И обязательно пользуйтесь Не стесняйтесь Показывайте их везде Потому что эту работу делали вы И этой работой Я считаю, что вы должны гордиться Потому что ее не сделал никто, кроме вас Это ваша личная работа И опять же Если судить по моим ученикам То несмотря на то, что все они делают Париж По одному рисунку По одному видео Делают Нью-Йорк по одному видео Делают дальше курс по одному видео У всех получаются разные работы Кто-то чуть по-другому кладет стишки Да, у кого-то наклон какой-то другой Кто-то, например, меняет цвета бисером Мы тоже это разрешаем В рамках дозволенного Можно менять цвета Можно какие-то дополнять элементы Собственными материалами, если хочется И у всех получается Своя собственная работа То есть несмотря на то, что Курс один И контур один Да, и материалы в принципе Все, более-менее, одинаковые Работа получается у всех разная Итак, друзья Это о втором уровне В следующем видео я покажу вам Наши уровни сложные Которые у нас будут считаться как университет Это третий уровень Санкт-Петербург Четвертый уровень Ватикан Пятый уровень у нас Дубай И шестой уровень Токио И в отдельном видео мы с вами поговорим О дипломной работе О саванне Как она выглядит Как она выполняется Зачем она нужна И, в общем-то, подведем итоги Всего нашего Вот этого большого Двугодичного Культурного обучения Под этим видео вы найдете Все необходимые ссылки На наши сайты На наши магазины Все, что вам необходимо Докупить И необходимо будет узнать Дополнительные Можете прочитать там Если у вас все равно Остались вопросы Милости Просим задавать их под это видео Писать под этим видео Комментарии Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки И мы будем очень рады Видеть вас Среди наших подписчиков И учеников Все, друзья Всем спасибо Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok